Друзья, коротко, интригующая такая фраза, тезис. Вот смотрите, покосом травы занимаюсь 24 июня 2024 год. Коротко, 6 часов 20 минут. Смотрите, вот покос. Должна быть трава. Мне первый раз эта соседка сказала, когда я у себя возле дома на переулке соседям скосил траву. Они вышли и говорят, а где скошенная трава? Ну, сказали и сказали, я как-то не обратил внимания. Ну, перемалывает штиль 250-й траву. Дольше немножко надо позаниматься, и он перемалывает. А тут вот сегодня утром встал. Бах! А этот соседский участок я в прошлом году делал. Ну, ребята вообще молодцы, сами делают вообще трудяшки. Но они, видите, диском косят и собирают потом траву граблями в такие стога маленькие. А я осознал, а действительно травы-то нету. Действительно-то штиль 250-й все перемолол. Хотя и в дождь, да, вот дожди идут. Пятница, суббота, воскресенье. Почему? С ночевкой остаюсь, работаю. Между сильными дождями ловлю время. Ну, и в дождь тоже кашу. Вот получается. А травы скошенной нету. Это короткая версия. А то там сейчас начал, увлекся на 7 минут там про траву, рассказывал, да. Трава скошенная, перемолванная вот штилем, да. Или трава вот скошенная, допустим, вот диском, да, вон стога. Ну, опять же, это какие цели и задачи. Если животные есть, то, конечно, надо диском там, рядами, чтобы удобно собрать, да. Вот, ну и вот вчера начал второй участок соседский, вот по рекомендации. Вот видите, обошел лесочкой, все подготовил, периметр, все, тут колючая проволока, все по периметру, все сделал. Это короткая версия, один раз, чтобы не по два, не по три раза повторяться. Вот так все по кругу прошелся, там прошелся под забором, здесь прошелся под забором, остался там огород. Вот, и вот сейчас вот это легко, просто диском скошу, а так все подготовил, видите. Диском-то, конечно, около забора не подлезешь близко. Вот это короткая версия. Преимущество стиля и преимущество вот такой техники перемалывания травы, видите, нету, нечего убирать. Вот, ну люди просто не убирают траву, поэтому вот я так им работаю, да, потому что когда в следующий раз приезжаешь, она как под шерсток лежит и гниет, и трудно косить, особенно в дождь, поэтому я вот так перемалываю. Немножко дольше уходит времени, но зато качественно. Вот так, видите, подготовил лесочкой, а там уже высокую траву диском подрежу, там уже будет, да. Там уже будет вот так трава, там уже будет, ее надо было уже, конечно, собирать, видите, вот так. Вот она скошена. Вот, видите, скошена, если ее собрать, то будут, конечно, стажки, да, вот так. Ну так, зримо, зримо, конечно, облегчил задачу хозяевам. Вот видите, она вся скошена. Вот это я просто показывал разные техники по косу на моем YouTube-канале Владимир Староженко. Вчера меня осенило показать, поделиться. Пятый год кашу траву, пять сезонов. Что я у людей, у профессионалов, других ребят, косарей, подсмотрел. Вот я увидел, допустим, ребята, которые вдоль дорог косят траву, они машут триммером направо-налево, там больше метра, больше полтора метра разлет, видите, и он машет. Я когда увидел, очень эффективно, да. Или подрезать траву вверх, середину, низ, и потом еще до земли добиваешь, перемалываешь, да. Вот видите, вот так, если собрать ее, она вся скошена, то вот так получается. Но таких вот кучек мало. Это я просто показывал технику по косу здесь, под землю. А так везде она вся перемолвана и перегниет. Все. Но это хвала оборудованию штиль. Это хвала, вот, триммер 250-й, высокооборотистый. Вот. Ну, опять же, при таком покосе стирается катушка. Как, знаете, сказать, самобранка где-то прибыла, а где-то убыла, видите. Видите, вот на пять покосов хватило, видите, дырявая катушка, сюда уже набивается потом земля. Вот, видите, дырки. А так она на сантиметр вот так отстает. Вот эта черненькая, вот после белой полоски черненькая, она такая, как сантиметр такая, прям возвышенность. Ее об землю бьешь там, или об деревяшку, и вылетают туссы, когда надо леску добавить, да, когда она стирается. Видите, качество покоса, но зато стирается катушка, да. Ну, хорошо, сейчас вот катушки покупал по 2300 рублей, на 10 дней хватает. Сейчас вот нашел на Вальберсе, опять же, Олегу Валерьевичу спасибо за 700 рублей. Но они немножко другой пластмасс, да, она немножко стирается за пять суток. Ну, 700 рублей, да. Все, значит, хвала оборудованию Штиль, 250-му. Ну, и добросовестное отношение к труду, да. Вот, Староженко Владимир, YouTube-канал, рад быть вам полезным. Качественный покос в Уссурийске. Живу, проживаю вахтенным способом в Гамаке, на участке. Люблю участки от 15 соток и более. Все, друзья, надо ускоряться, пока вот эта мелкая морость идет, надо вон там и успеть покосить. Выполню и ваши заказы в Уссурийске, плюс 7 924, 1, 2, 3, 24, 44. Значит, вот идея была объяснить опять под 7 минут. Вот такой покос, да, что травы не остается, нечего собирать. И вот такой покос. Ну, это вот животным заготавливают. Помогай Бог, хорошего настроения.